На текущий момент по результатам предварительной работы Государственной комиссии, которая создана по указаниям главы государства, а в комиссию входят представители прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны Республики Беларусь и других ведомств, необходимых для проведения расследования, удалось извлечь с места падения самолета так называемые черные ящики, бортовые самописы. По предварительным первым результатам расшифровки этих черных ящиков уже достоверно могу сказать. Первое. Аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете с самолетом Як-130 на дородромном Баранович. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления. Что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно руководство полетной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет, катапультироваться. На что руководитель полета в не менее 10 раз в эфир подал команду катапультируйся, катапультируйся, прыгай. В это время самолет неуправляемый перешел в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, то есть в сторону города. Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться. Ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту. Высота продолжала интенсивно падать. Как показывают, опять же, средства объективного контроля от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты. В этих условиях, неимоверными усилиями, на высоте порядка где-то 50, ну более точно мы сейчас расшифруем, будет доложено после окончания уже расследования уже председателем государственной комиссии общественности, на высоте где-то около 50 метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета, неимоверно усилили, и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек. По данным бортовых самописцев, на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета до момента касания с землей. Но уже в этой ситуации я как командующий вижу, что экипаж проявил самое лучшее чувство белорусского военного. Он до конца выполнил свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящий патриот нашей страны.